В ходе прямой линии главы города Бориса Гонцова поступила жалоба на увеличение количества коров на дорогах муниципалитета. Жители рассказывают, что они приносят большие неудобства, потрошат мусорные баки, а также становятся причиной ДТП. Один из таких случаев произошел минувшей ночью на автодороге по улице Кирова. Водитель машины марки «Приора» сбил корову. Кроме того, животные портят зеленые насаждения, топчут газоны, а также пачкают улицы и парковые зоны Каспийска. Большая проблема в том, что на крупном рогатом скоте отсутствуют бирки с информацией о хозяевах коров. Мы неоднократно следили, что с этих регионов, с этого района, с этих районов, они идут прямиком через Кирпичный, через эти, вот к нам в город. Они топчут площади, вот наши общественные территории, которые благоустроили, где мы посадили посадку зелени, травку, вот приходят туда. Вот мы с какой целью приехали, знаете, чтобы вас предупредить, чтобы сказать вам, чтобы вы следили за своим крупным рогатым скотом. Согласно статье 13 федерального закона, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, а также соблюдения ряда требований. Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках, а также обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. За нарушение правил содержания и обращения с ними предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. В связи с этим владельцам частных хозяйств было поручено следить за своим крупнорогатым скотом, иначе представителями муниципальных органов будут выписаны административные штрафы. Для того, чтобы провести беркование крупного и мелкого рогатого скота, нужно обратиться в Каспийское ветеринарное управление. Мы так и проводим ветеринарные санитарные профилактические вакцинации, проводим у тех хозяев, которые к нам обращаются. Мы ведем учет, который мы знаем, а хозяин, если сегодня купил корову и держит у себя дома, никого не предупредил, что он купил сюда. Мы же не знаем, по домам мы ходим, не ищем этих коров. Где есть хозяева, где хозяева предупреждают, что мы купили поголовье, мы где проводим все ветеринарные профилактические мероприятия. Работа по борьбе с крупным рогатым скотом в городе проходит регулярно различными структурами муниципалитета. На сегодняшний день комитет ветеринарии направил письмо в правительство Республики Дагестан о строительстве ветеринарного центра в городе Каспийске и об усилении работы в этой сфере. Продолжение следует...